В Самарской области обработали все избирательные бюллетени. Явка на выборах президента в регионе составила 78,86%. Предварительно голоса распределились следующим образом. Владимир Путин – 86,76%, Николай Харитонов – 4,36%, Владислав Дованков – 4,18%, Леонид Слуцкий – 3,07%. После того, как в Самарской области закрылись избирательные участки для голосования, губернатор Дмитрий Азаров встретился с общественными наблюдателями. Он поблагодарил всех, кто внимательно следил за выборным процессом. Напомним, в регионе был образован 1751 стационарный избирательный участок. Также работали 16 временных в Международном аэропорту Крумач, на железнодорожном вокзале и в 14 стационарных медицинских учреждениях. За ходом голосования следили почти 6 тысяч наблюдателей. В Тольятти пожар унес жизни трех человек – 70-летнего мужчины, 28-летней женщины и 4-летней девочки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Возгорание произошло сегодня рано утром в частном доме на улице Пархоменко. На месте работали 49 пожарных и 14 единиц техники. Турпоток в Самару этим летом может превысить 2 миллиона человек. Об этом рассказал начальник отдела туризма Департамента экономического развития, инвестиций и торговли городской администрации Сергей Роммер. В городе работают 214 отелей, санаториев и хостелов. Все они заполняются на 100%. В межсезонье гостей меньше. В прошлом году Самару посетили 1 миллион 800 тысяч туристов. 28% жителей Самары мечтают путешествовать после того, как выйдут на пенсию. 17% хотят продолжить работать. 16% будут заниматься дачей. 5% опрошенных планируют помогать воспитывать внуков. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы. При этом мужчины чаще всего хотят продолжать работать, а женщины путешествовать. Субтитры создавал DimaTorzok